Привет, ребята! Доброе утро, друзья! Каркуша, представляешь, сегодня шел к нам на занятия и увидел на дереве гнездо! Вот это да! Ой, а не мое ли случайно? Ну нет, Каркуша, твое бы я узнал! Ребята, представляете, там живет целая семья птичек. Птенчики вылупились, такие маленькие, крохотные. И сегодня я предлагаю сделать гнездо своими руками. Ой, отличная идея, Кар-Кар-Кар! Я буду тебе помогать. Я, как настоящая ворона, знаю толк в гнездах. Хорошо, Каркуша. Птицы строят гнезда, чтобы отложить в них яйца и вырастить птенцов. Гнезда защищают потомство пернатых от холода и хищников. Оказывается, птицы самые изобретательные строители в мире животных. Одни вьют гнезда высоко на деревьях, другие выкапывают ямки гнезда в земле, а некоторые селятся в дуплах, то есть отверстиях внутри стволов деревьев, которые сами себе и продалбливают. Итак, Сережа, что нам потребуется для поделки? Сегодня мы будем работать с пластилином. Это мягкий и удобный материал, с которым справятся даже наши самые маленькие зрители. Да, давно мы не лепили из пластилина. Ну, давай приступать. Давай. Сначала слепим само гнездышко. Да-да-да. Гнезда мы, птицы, делаем из веточек, поэтому нам нужен коричневый пластилин. Точно. Скатаем из него такие длинные жгутики. Ну, то есть колбаски. Но только обязательно длинные и тонкие. Мы будем из них плести... Точнее, даже вить гнездо. Интересные факты. Самое тяжелое гнездо в мире принадлежит белым орланам. И весят оно две тонны. Старейшим гнездом считается жилище белых аистов. Ученые установили, что эти птицы передавали его по наследству в течение 400 лет. Теперь, ребята, смотрите внимательно. Эти пластилиновые жгутики и веточки необходимо перекрутить друг с другом. Ну, то есть свернуть вот так вот по кругу. Вот. Видишь, Каркуша? Да-да-да. Так, а еще из одного жгутика мы сделаем основу. Свернем донышко для нашего гнездышка. Хорошо. Сережа, у тебя очень хорошо получается. Я стараюсь, Каркуша. Основу я слепил, Каркуша. Теперь по бокам прикрепляю переплетенные веточки. Так, аккуратненько, чтобы не было дырочек. Так, еще чуть-чуть и гнездо будет готово. Сережа, вон там вот я вижу дырочку. Заделаем обязательно, чтобы птенцы оттуда не выпали. Последний штрих и гнездо готово. По-моему, замечательно получилось. Мне тоже очень нравится. Но кого-то не хватает. Да? Ну, гнездо-то пустое. О, Сережа! Кстати, а где же птенцы? Вот. Мы их пока не слепили. Давай они у нас будут желтые. Возьмем поэтому желтый пластилин. Давай. Слепим из желтого пластилина вот такое маленькое яйцо. Сережа, а давай три. Хорошо. Будет три. Одно крупнее, другое поменьше. А третье самое большое, самый крупный птенчик. А теперь, Каркуша, все три яйца кладем в гнездо. Ой, ну подожди, подожди, Сережа. Ну, мы же хотели сделать птенцов. А тут только одни яйца. А, ну так они еще не вылупились. Но сейчас мы им поможем. Превратим их в птенцов. Как? Очень просто. Из черного пластилина скатаем вот такие маленькие шарики. Это будут глазки от наших птенчиков. Готово. А клювики у нас будут красными. Правильно. Редактор субтитров А.Семкин Коркуша, ну смотри, в кого превратились яйца в гнездышки? В миленьких птенчиков. А что это у тебя за ветка наставили? Эту ветку я подобрал на улице. Ведь гнезда, они всегда находятся на ветках. Да. Поэтому сухую веточку я забрал с собой. И сейчас это гнездо мы прикрепим к нашей веточке. Но сухая ветка это некрасиво. Мне кажется, нужно добавить зеленых листочков. Ой, Сережа, ну давай добавим, чтобы было как на настоящем дереве. Листочки лепим из зеленого пластилина. Листики готовы. И осталось закрепить наше пластилиновое гнездо на веточке. Вот так. Ой, как здорово! Оно прямо как настоящее! А скоро прилетит мама этих птенцов и попормит их. Ну а на сегодня это все, ребята. Не пропускайте занятия в нашей мастерской. И мы с Каркушей подскажем вам еще множество идей для ваших поделок. И научных опытов. Не переключайтесь. Увидимся на канале Карусель. Пока-пока. Кар-кар-кар!